начинаем еще одну попытку надеюсь все будет хорошо и связь будет хорошая тема эфира альянс без альянс и и искусство ненавидеть да нас такая тема всем привет о слушай малька вот сейчас и оказалось что у вас вайфай очень слабый брали вайфай хорошо слушай али вовремя приехал вот он приехал когда два дня как приехал позавчера и он сейчас уже переходил уезжал на свою квартиру мы его застали в последний момент и он нам переключил сейчас друзей попросил в аргентине и они сделали нам хорошую связь так ну что дорогие друзья итак мы начинаем наш эфир тема сегодняшнего эфира у нас еще раз повторю альянс и и миз альянс искусство ненавидеть малька как дошла до жизни такой до темы такой ну-ка расскажи мне ну тема придумала я почему я подумала про ненависть про искусство ненавидеть просто у меня есть такое наблюдение что за последние три года люди стали очень очень агрессивные агрессии стало больше ненависть стало больше хотя несмотря на то что из каждого утяга все говорят о высоких вибрациях упрощение принятие и тем не менее люди становятся агрессивнее прямо очень я поняла что просто людей нету культуры работы с такими как казалось бы грязными такие очень такими очень тяжелыми эмоциями такие как ненависть желание обида боли то есть люди даже не умеют такие эмоции переваривать и поэтому все что они делают так как они слышали что нужно прощать и отпускать соответственно люди это неправильно внутри себя переваривают вот эти эмоции они просто гниют изнутри и они накапливаются и потом все происходит так что человек просто взрывается взрывается и показывает себя с не самых приятных сторон и мы с этим уже не раз сталкивались не раз за это расплачивается вот даже наша семья вот и поэтому я бы хотела тебя во первых спросить что для тебя ненависть и что для себя инструмент работы с ненавистью я отвечу на твой вопрос по поводу ненависти почему искусство ненавидеть ненависть знаешь я вот такое слышал словосочетание пламенная ненависть пламенная ненависть это некий такой призыв форма призыва к протесту то есть это понимание того что как что только конкретные действия и вообще действие только действие всегда сильнее нежели знаешь как это внутреннее переживание всего этого процесса то есть если ненависть не выражается в действии то это то что нас убивает самих если же ненависть переходит в действие то это действие по своим результатам может быть позитивным понятно да потому что я вот понимаю как как у нас воспитанием неправильно выставлены понимание хорошего и плохого добра и зла внутри где эта граница проходит и вот то что мы считаем плохим внутри себя а ненависть мы все считаем что это что-то нехорошее гнев мы считаем что это нехорошее вот тут как раз таки вот с этим у нас проблемы возникают у большинства людей у большинства и у меня в том числе потому что я думал иногда но к нам часто подтягивать я вот просто заметил даже не просто к нам вот я когда вижу сильного человека вокруг него всегда крутятся маленькие люди вот это есть такое понимание маленький человечек да раньше в этом это понимание такое было такой позитивный маленький человек это такой хороший человек его надо защищать и так далее а вот с годами я прихожу к тому почему приходили с годами мои учителя те учителя у которых я учился это писатели в том числе мыслители это понимание того что знаешь маленький человек это по сути дела просто обыватель своими маленькими целями своими маленькими задачками но если такой человек вдруг встает на что-то большое жди от него беды потому что маленький человек если добивается власти это всегда тиран это всегда тиран он просто так не уйдет я бы даже так сказать за то что когда-то был маленьким человеком он обычно начинает мстить за это да 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 за зависть это маленький человек это всегда про мезальянс что такое мезальянс для меня это неравный брак мезальянс это вообще такое понятие нового обычно относится к супружескому браку но я недавно пришла к такому выводу что все таки мезальянс это неравный брак не только в супружестве но и бизнесе в партнерстве в дружбе во всем чтобы в любой сфере это это к этому применимо вот мезальянс для меня союз сильного и невидящего со слабым и завистливым в мезальянсе всегда сильный в кавычках уравняется уравняется вот я пришла к такому выводу что сильные люди очень сильно боятся создавать альянсы то есть партнерство на равных у них играет эго у них очень много страхов по поводу того что что-то отнимут отберут и так далее то есть они боятся сильных партнеров но я просто пришла к выводу что сейчас такое время когда нужно создавать именно альянс то есть партнеры партнерство на равных равные финансы равный сушил статус равные возможности и так далее равный уровень удачи потому что удача этот по сути колоссальный ресурс один из колоссальнейших ресурсов которые есть человека и я поняла что сейчас буду выживать как ни странно альянсами из альянса уже изжили из себя просто все знакомые люди кто у нас есть сильные ресурсы с деньгами они сейчас переживают момент когда им приходится отрезать себя ненужных людей которые как выяснилось как ты говоришь маленькие человечки то есть это время когда нужно отрезать вокруг себя маленьких людей у них много энергии зависти у них очень много желания потом тебе отомстить за то что ты когда-то был более успешен более богат и так далее для меня все даже за то что ты был великодушен даже за то что ты был великодушен это правда понимаешь вот поэтому сейчас для меня такое время альянсов то есть сильный партнер должен все-таки входить в равный брак сильным партнером я заметила среди очень много знакомых у кого свои бизнесы у кого свои какие-то предприятия какие-то компании очень идейные люди я посмотрела вокруг них всегда существует такая своеобразная свита я их называю прихлебатели серые люди или серые мыши и именно в двадцать третьем году я увидела как у многих начал тонуть корабль и ты понимаешь кто первый оттуда сбежал вот поэтому вот моя рекомендация на сегодняшнее время это присмотреться к своему окружению понять вы создаете альянс и без альянса своей жизни почему потому что слабый человек он всегда подтянет сильно до своего уровня всегда то есть вы всегда уравняет с теми с кем вы общаетесь вот мы тоже урок проходим не первый год вот но этот год у нас будет мы лишь так подумали что это скорее всего последний год когда мы проходим через эти испытания и мы всегда закрываем себя эту дверь вот вот смотри по поводу маленьких людей здесь знаешь прикол то в чем что очень сложно отделить вот этих людей от себя потому что они в этот момент когда к тебе залипают они очень такие сладкие они очень гладкие да они очень пушистые и они их 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 легко обидеть их легко уничтожить а я давно понял что если сильный человек он выживет то есть ему надо бросать вызов даже больше того ты его если даже его отталкиваешь если он сильный равный тебе человек у тебя там такой же силы то есть ты эту силу почувствуешь но это просто законы физики здесь работает и вы просто встанете на определенную дистанцию дистанция между сильными людьми должна быть это дистанция уважения по крайней мере понимание того что перед тобой стать сильный человек а проблема какая была раньше вот допустим но я сейчас про себя говорю когда ты видишь сильного человека ты к нему не подходишь потому что ты не хочешь ему мешать ты не хочешь быть маленьким человеком ты не хочешь быть мышью понимаешь да а мыши этого не стесняется мыши этого не стесняется поэтому вот у меня столько всего здесь накипело за за вот последнее время что я вот обращаю внимание на то что я сам не соответствует собственным принципам которые прописал у меня ведь принципе по взаимодействию с людьми то есть немедленно удаляй неправильных людей а кто такие неправильные люди определение правильных неправильных людей вот вот здесь вот большая наука этому надо учиться может быть учиться всю жизнь но какой-то вот этот детектор дерьма том числе человеческого внутри должен быть нельзя прости нельзя прощать слабых а ты понимаешь прощение это самое худшее что ты можешь сделать вдруг вдруг какой-то момент ну хотя бы мы говорим надо прощать отпускать надо некоторые путают отпускать и прощать отпускать надо да а вот прощать нет потому что как только ты списал вот один раз тебе человек сделал это ну это случайно смогу второй раз но это уже закономерность понимаешь уже закономерность даже третьего не надо ждать поэтому вот умение как раз таки определять вот смотри не подозрительным надо быть вот это я сейчас не об этом да то есть не быть подозрительным да но быть человеком который умеет четко определять и умеет направлять свой гневку потому что гнев эта энергия ненависть это это я считаю это энергия гнева а гнев это это та энергия которую ты должен направить на отравителей кто твою жизнь отравляет кто портит твою жизнь то есть по сути дела нужно научиться правильно ненавидеть правильно ненавидеть потому что это это как пистолет который ты должен уметь направлять а если у тебя этого оружия нету то ты будешь тем самым гигантом которого мыши сожрут потому что у них у маленьких людей есть так такая наш как это вот я как историк могу сказать что после самых великих событий которые в мире происходят всегда наступает реванш обывателя реванш маленького человека то есть они потом все это подхватывают потому что победитель все это сделал пробил может быть какие-то двери ну там вины стены пробил он он затратил огромное количество сил за ним люди ворвались вот такие маленькие люди людишки и как ни страна и этого того буйвола или того кто пробивает это они потом вы сами сжигают это уже не еще говори говори кто-то из мыслителей говорил о том что революции делают идеалисты да потом их сжирают обыватели те кто за ним идут поэтому нужно уметь определять серость серо которая знаешь 50 оттенков серого ну ну хорошо 50 различных вкусов говна вот так назовем нет нет это не совсем говно это 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 у нее такой такой характер у меня столько всего накопилось поэтому просто понимаю что надо решение принимать в самом начале в самом начале поэтому у тебя должны быть какие-то особые такие системы или приемы или технологии определения твой не твой человек не твой свидание вот у эльвиры работает три слова она услышал в одном из интервью жильновского просто сейчас материться но это не я так сказал у него он просто был показал чемодан нахуй все не твой человек не твой человек да там угрызение совести но это как раз ты твои слабинки а маленькие люди серые люди они как раз ки у них и знаешь какой детектор хороший они чувствуют твои слабости они чувствуют тэп твои дыры поэтому сильный человек проблема сильного человека и и незрячего как ты сказала незрячего он сильный но незрячий том что он не видит разницу между альянсами и без альянсом я за альянс сильных людей подушеленных одной идеей да они разные да они не обязательно схожи по по силе там где-то один силен где-то в другом другой силен но у них должно быть то что я называю дух вот если духа нету душок то там уже ты никакой броней ты не закроешь и каким тряпочками не прикроешь никаким красками не скратишь вот так как эту систему определить вот спрашивает да но смотрите я для себя эта система определил таким образом у меня есть ну . немножко отношения там я вот эти моменты как бы инструменты разные пробую 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 принципы которые я прописал для себя их пробую вот я допустим принял для себя очень сложное решение вот я в конце поделюсь с какими-то моментами пока еще давай не буду про это говорить как я теперь сейчас сделаю у меня хотя это будет реально сложно я ведь считал себя до последнего времени очень толерантным человеком вот поэтому я чуть позже поделюсь а вот для тебя малька что я на самом деле ждал вот этого года когда у тебя пойдут такие изменения когда ты начнешь взрослеть хорошие потому что это это для меня позволяет мне развернуть плечи гораздо шире то есть не поджимать не ждать когда ты догонишь взросление получается больше через травмирующие события это как нурлан на точку дает инициации мягкие а так как в отечестве нет своего как говорят правильно нет пророков в отечестве то есть я на папе на тренинге не хожу если так по большому секрету инициации у него не прохожу мне эту инициацию устроила сама жизнь через очень сильно травмирующие события и удивительно вместо того чтобы но для меня травмирующие события люди обычно из них ходят двумя способами либо они тут выходят поломанными либо полностью амунированными в моем случае получился второй вариант потому что выхода не было и приходилось меняться полностью перестраивать свою психику полностью перестраивать все механизмы своей психики очень быстро прям буквально это пришлось делать на ходу моем случае и все это привело к тому что для меня открылась такое понятие мое предназначение вот оно тут 30 лет оно фактически ко мне пришло моя сила мои ресурсы моя интуиция то есть когда люди спрашивают а как определять мои люди это или не мои то есть это те те самые паразиты или нет я я всегда говорю ребят вы должны просто нарабатывать свою собственную интуицию должны слушать свой собственный внутренний голос потому что если каждый вспомнит себя когда он входил какие-то непонятные такие ситуации обычно тихим голосом кто-то что-то говорил ну то есть идем не туда ну то есть одумайся ну не туда не тот человек не та компания то есть не то событие уходи уходи но люди обычно себя не слушают они обычно слушают свой разум свою логику и в итоге потом попадая в такие в такую череду кармических событий которые в итоге повторяются за которые приходится еще и расплачиваться из-за которых приходится выходить скажем так кавычку с опытом понимаешь да вот и я решила такую сделать остановку последние три месяца я ушла такое в полное отшельничество я написала несколько сказок я исписала несколько тетрадей я очень много работал над собой почему потому что я хотела больше слышать свой внутренний голос потому что для меня какой-то момент дошло что процентов 60 мыслей которые у меня в голове есть они вообще не мои это вообще чужие мысли то есть я так на самом деле не думаю эмоции которые у меня ко мне приходят они тоже не мои это не моя настоящая реакция какое-то событие то есть даже эмоции не мои то что я делаю это тоже не мое то есть столько всего я нашла что не мое мне не принадлежит пришлось пройти через события определенные и в итоге это привело к тому что я наконец услышал полностью свой голос полностью услышала и в какой-то момент у меня уже просто есть такое понятие нюх я слышу запахи запах зависти запах лжи запах предательства я уже заранее смотрю на человека эти запахи я начинаю ощущать поэтому сейчас почему вышли в такой эфир и почему это кстати первый эфир моей жизни я никогда в жизни не ходила в прямые эфиры и я очень долго сопротивлялась я очень сильно не люблю себя показывать почему мы все-таки решились на это потому что я скажу так двадцать третий год он очень очень такой особенный будет потому что дальше события будут только быстрее ускоряться я бы сказал не просто уже в разы почти десяток раз карма будет срабатывать очень быстро прилетать по карме будет еще быстрее если вы что-то не проработали в своей жизни вам придется эти хвосты отрабатывать экстерном фактически потому что сейчас по крайней мере у всех моих знакомых судьба ставит человека в тупик фактически на его загонит в клетку и это кстати хорошо если с вами это случилось я вас поздравляю это значит скоро вы начнете расти скоро вы начнете бегом бегом идти к себе настоящему и когда это произойдет то по сути да вам открывается то есть когда третий глаз интуиция чувствительность это на самом деле естественно что было дано человеку с рождения но так можем такой техногенной среде техногенная среда для меня это не только там соцсети компьютеры и прочее техногенная среда это как ни странно люди вокруг вас потому что мы часто пославливаемся чужими мыслями чужими целями чужими мелкими программами как говорит мышиной вознёй это нам мешает думать так как мы на самом деле думаем чувствует так мы на самом деле чувствуем вот к чему я это веду к тому что если вы попали у вас есть ощущение последний момент что вы попали в какую-то депрессивную клетку или в какой-то тупик или какую-то такую ментальную я называю это тюрьма когда человек не может выйти из каких-то вот мыслей форм которые вот повторяются как по замкнутому кругу и ничего в жизни не меняется есть ощущение что хочется в кавычках выйти из игры ну то есть многие даже пишут нам что есть ощущение хочется ну прекратить жить эту жизнь потому что она становится то что неинтересно а там дальше не понимаешь для чего это все я хочу сказать что это как и странно самый крутой переломный момент когда человек проходит вот эту инициацию выйти на другой уровень вообще мышления другой уровень понимания жизни и прийти на самом деле к себе настоящему к своей интуиции к своим высшим силам к своим высшим ресурсам которые вам дадут энергию на то чтобы двигаться дальше энергию дадут вам на то чтобы ну по сути влиять на эту реальность не очень скажем так не очень обычными способами вот потому что люди привыкли с реальность общаться слишком вот как как тебе сказать по правилам я называю это вот но когда вы начнете приходить к себе настоящему вы начнете понимать чит-коды этой вселенной вот ну вот как-то так вот даже вот это ощущение клетки да почему я при нее начинаю говорить потому что я сама в ней находилась последние 3-4 года вот и я сама 3-4 года ходила под ним тем же штрафным кругом и у меня было ощущение что это колесо сансары никогда не кончится вот я благодарна событиям которые у нас произошли последние полгода в нашей семье ну в моей семье в нашей семье потому что бегом-бегом пришлось учиться потому что на самом деле папа обучал это годами вот пришлось прийти к этому ну вот через скажем так через ремень фактически от жизни вот вот малька знаешь я на самом деле рад вот сейчас у меня такая ну могу сказать отцовская гордость но такая она гордость без пафосная в том плане что я рад что наконец-то я вижу проявление того что я предугадывал давным-давно даже еще до твоего рождения но я тебе многие вещи говорил как ты родилась я имею ввиду какие события там были какие знаки были какие сигналы были вообще интересно дома иметь ведьму свою ведьму настоящую ведьму которая не понимает что она ведьма но я ведьма когда я имею говорю люди которые видят видят намного глубже в данном случае малька намного сильнее меня я это безусловно понимаю мои навыки моя сила она наработанная а вот у мальки она очень даже врожденная причем она вот в нашем по отцовской моей линии она по моей линии идет она у нас всегда передавалась по мужской линии в данном случае вот она идет через мальку я этому очень рад потому что даже день сегодня такой необычный у нас вот эта ночь это вольпургиевая ночь во всем мире это такое как ведьмин шабаш да известный вообще 1 мая это такой и ночь с 30 апреля на 1 мая она такая необычная всегда считалась и у нас совпали как ты говоришь многие чит коды и не просто так потому что я наконец-то включился я начал подключать ту энергию который до этого я старался с ней не работать ну ее по-разному называют но сейчас я понимаю что это просто инструментарий не больше не меньше такой же инструментарий можно ручкой работать как писатель а можно скальпелем работать как хирург вот порой надо доставать ножи и кому-то будет больно я это точно знаю потому что время пришло вот да точка это же все равно она про мягкие инициации про мягкие инструменты потому что точка она чуть больше адаптирована к социуму то есть все что ты даешь очень такое очень крутое мягкое рассчитано на человека скажем так идущего по высоким вибрациям все таки но мы заметим и никогда даже ты всегда говорил надо идти в высокие вибрации то есть на энергии благодарности энергии любви но мы как-то упустили момент что есть еще и низкие вибрации на которых люди качаются на которых мы сами можем раскачаться то же самое вот и когда до нас это дошло и нас это ударило очень сильно мы не понимали что с этим делать то есть мы привыкли что люди честные люди добрые люди милые но выясняется что это не так и нужно давать уметь сдачу для меня искусство ненавистики во-первых дать сдачу сразу не ждать пока это вас разъест через года пока вы принесете эту боль она еще накопится через от других людей от других травмирующих событиях и вот эта компиляция ненависти скажем так она в итоге выльется непосредственно не в ненависть к определенному человеку а в ненависть к жизни как таковой вот и поэтому чтобы это избежать человеку нужно уметь работать с низковибрационными эмоциями ну я их не люблю называть низковибрационные просто это просто обычные эмоции они такие же как и любовь такие же как и благодарность но не нужно их избегать в первую очередь их нужно признавать обидчику нужно давать сдачу примерно сразу вот ну это такое время духовной свободы как ты говоришь когда подонку нужно уметь за себя постоять и нужно не давать себя в обиду и не давать в обиду свою душу я бы сказала вот это очень важно кстати вот для меня вот ненависть она вот я бы сказала такое даже такое очень естественное абсолютно адекватное чувство на скажем так на боль обиду которую другие люди причиняют для меня немножко неадекватная эмоция это зависть я тебе скажу это такая тихая прикрытая белая зависть казалось бы то есть это когда люди то есть ты даже не представляешь что человек может тебя завидовать причем очень черной завистью это очень милые пушистые люди которые очень потихаря желают тебе всего самого-самого ужасного и эти люди потихаря умеют радоваться твоим неудачам, твоим поражениям я сейчас скажу так сейчас время такое пришло что энергия зависть она очень сильно может помешать вам построить какие-то планы прийти к каким-то достижениям вот почему энергию зависть она очень плотная она очень плотная заметьте тут chaos к да начинается какой-то проект вы о чем-то мечтаете о чем-то фантазируете если вы об этом расскажуете то заметьте как то что-то начинает как то что-то сыпаться и там и так и так не получилось почему потом что просто люди начинают завидовать в этот момент энергия становится очень плотной у этой зависти И она фактически вам Вот этот путь, который еще только-только Выстраивается, который только-только Еще, знаешь, он еще в процессе Зародыша, вот он как бы Абортируется этот путь, вот через энергию Зависти в том числе, поэтому будьте Аккуратны о своих достижениях Не достижениях, о своих планах И идеях, никому не рассказывайте Что еще про Зависть я хочу сказать, вот для меня это вообще Отдельная такая эмоция, которую вот я бы Все-таки выделила в рамочку Для меня зависть это все равно, что Расписаться в собственные интеллектуальные Финансовые потенции Потому что вот возвращаемся к Альянсу, люди сильные, люди Идейные, ресурсные У них нету времени на зависть У них ее как таковой почти нету У них зависть это, то есть Сравни себя с кем-то, а ну у них лучше Ну я, наверное, тоже так могу, я тоже так попробую Вот, люди завистливые Это те, которые будут их лопать В ладоши, когда у вас будет тонуть корабль Вот, они прям будут этим упиваться Поэтому будьте аккуратнее Еще для меня зависть это вот такое предательское чувство Почему я считаю, что невыгодно завидовать По той простой причине, что Зависть это всегда про предательство себя Когда вы завидуете, вы автоматически предали себя Это вы уже подписались в том, что Кто-то лучше вас, кто-то умнее вас, кто-то богаче вас Я уже, знаешь, пришла к такому, что я не смотрю ничьи инстаграмы Я уже не читаю ничьи блоги Вообще ничего не смотрю И даже фильмы редко смотрю Потому что все равно там включается элемент сравнения А у них так, у меня так и так далее Вот ваш внутренний, ваша внутренняя сила Ваш стержень, ваш дух Я не знаю, ваше высшее я Каждый раз вы завидуете Каждый раз вы сравниваете Вы уже автоматически его предаете Понимаете? Потому что у каждого человека есть, поверьте Своя собственная, большая, мощная сила Которая за ним стоит Она всегда есть Она есть с рождения почти у каждого Но в процессе жизни Человек эту связь, эту нить с ней теряет И поэтому я хочу просто предупредить Что завидовать просто невыгодно элементарно Ну очень невыгодно Потому что вы в этот момент просто себе предаете Зависть бывает, знаешь, Маляка У людей, которые я вот называю непутевые Бесцельные То есть цельный человек Это человек, у которого есть цель внутри И у него есть путь Он путевый И целые страны непутевые Вот далеко ходить не будем Мы в этих странах вот Бываем и живем То есть нету идеологии Нету цели у целого народа Чего же говорить там об отдельном человеке Понимаешь, да? То есть И эта энергия зависти может быть даже у целых народа Или у групп лиц И когда ты такой в энергии воспитываешься Там очень сложно вырасти Человеком цельным и путем Когда вокруг тебя такие люди Вот это самое опасное Когда твой ребенок или ты сам вырастаешь В таком окружении Это может быть даже целый род такой быть Не случайно Чингисхан вырезал целые народы Почему? Он чувствовал, он говорил Гнилой народ Род гнилой Понимаешь? Племя гнилое Он вырезал его полностью Почему? Потому что они не должны были Самовоспроизводиться Либо Внутри в этом народе Должна произойти Какая-то Внутренняя революция Трансформация Внутренняя Не надо наружной революции Наружная революция Эта энергия идет наружу Внутренняя революция Это когда ты внутри Перестраиваешь себя И вот эта энергия гнева Если она правильно направлена И внаружи это как действие А вовнутрь на трансформации твое Тогда ты перерождаешься Тогда ты на этих людей смотришь Знаешь, так очень холодно Перед тобой просто стоит кусок мяса Кусок мяса Говорящий кусок мяса Почему я его называю кусок мяса? А потому что духа там внутри нету Понимаешь? Духа нету Если дух есть Он никогда не будет завидовать Почему? У духа есть собственный путь Собственный путь Он может быть параллельным Твоему быть Поэтому А вот смотри Есть такая проблема Маляка Вот она моя проблема Я Ну так уж получил Что я стал учителем Да? Человеком Которому такие люди подтягиваются Разные люди подтягиваются Но я вынужден Вот этот внутренний фильтр Закрывать Понимаешь? Закрывать Почему? Я говорю Это ученики Это ученики Хотя я понимаю Там принцип Парата работает Он никуда не девает Там людей Из которых ты понимаешь Которые с тобой Могут пойти до конца В каком-то направлении Да? Там единицы Буквально Этницы Все остальные Это Это не Это не Это не Это не Это не Это не Людьми Альянцы – это все-таки тот союз, где они договариваются о чем-то более важном, которое находятся за пределами этих людей, за пределами, к чему они оба стремятся одинаково, у них какая-то общая цель есть. И дух их включен, и, действительно, всю энергию туда надо направлять – это же просто энергия, зависть – это же тоже энергия. Но у тебя нет энергии направить на зависть, у тебя нет энергии не то, что завидовать, вот у меня нет энергии смотреть телевизор, у меня нет энергии смотреть какие-то ролики, прочее, 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 хотя, нет-нет, бывает такой момент, знаешь, как вот фастфуд надо съесть какую-то хрень, на какую… вот эти… Маляка, знаешь, я на чем зависаю, иной раз бывает, я ловлю себя на этом. – На рилсы. – Рилсы. Они короткие, умеют цеплять. То есть, я заметил, как научились эгрегоры цеплять твое внимание, такая, раз, и цепляет твое внимание. Ну, просто интересно, просто интересно, просто интересно. А ты потом, раз, такой, назад оглядываешься, и понимаешь, ёлки-палки, а ведь полчаса потеряно. Понятно, да? – Если не больше, если не больше, поверь мне, может быть и будет. Да. Я согласна. Кстати, вот про внимание хочу сказать. Ты сейчас понял вопрос о внимании. Слушай, да, мы сейчас так по темам прыгаем немножко туда-сюда. Но всё-таки акцентирую вопрос на внимание. Я пришла к такому выводу, что самый дорогой, колоссальный просто ресурс, который есть у человека, просто дорогущий, самый ценный – это его внимание. Раньше я слышала, да, внимание – это, типа, дорогой ресурс, но я не понимала, насколько он дорогой ресурс, насколько это просто… Я придумала себе такую практику, пап, когда вы входите в тишину, ну, то есть мидит, можно сказать, просто понаблюдайте за своим сознанием, как мысль скачет туда-сюда. И я начинаю представлять вот внимание – это как вот такая стопроцентная энергия. Вот она как вот концентрированная, концентрат абсолютной энергии – внимание. И я понимаю, сколько внимания уходит вообще куда-то. Есть такое понятие, как ты говоришь, медленные мысли, когда на бэкграунде у тебя всё время какая-то проблема, какой-то вопрос, то есть какое-то событие, оно всё время крутится, ты уже про него так активно не думаешь, но оно у тебя постоянно в подсознании сидит, оно может жрать там половину твоей энергии на самом деле. Я когда поняла, что процентом 80 внимания человек уходит на других людей, на проблемы, на прошлое, на какие-то стрессовые события, которые в каком-то моменте произошли, и человек их не отпустил, всё ещё проигрывает, на что угодно, на бывших, на нынешних, да, всё что угодно, но только не вы сами. Вот поверьте, процентом 80 энергии уходит туда. Я для прикола решила сделать себе такую практику, когда я взяла весь этот концентрат внимания полностью, я собрала его отовсюду и полностью поместила в кокон, стоящий полностью с концентратом моего 100% внимания, 100%. Меня очень удивило, до меня дошло, до меня дошли такие вот, скажем так, мысли, что, во-первых, я поняла причины, почему, например, я склонна к компенсивному, иногда к компенсивному перееданию, такому эмоциональному перееданию. Просто для меня это дошло, почему, что с этим связано и что с этим сделать. Я попробовала это сделать, и в итоге оно прошло. То есть я вообще не передаю, то есть у меня нет такого понятия эмоциональное переедание после этого. Почему? Потому что 100% концентрат внимания был направлен на меня, и в этот момент я просто увидела все свои, ну то есть я полностью сконцентрировалась на себе. В этот момент ты полностью понимаешь, что с тобой происходит. Ты полностью слышишь свое тело, полностью слышишь свои настоящие мысли. Можно реально свои настоящие мысли слышать, настоящие эмоции. Начинаешь потихонечку слушать свою душу. Начинаешь прислушаться, ой, у меня есть душа, от чего она хочет в итоге. И в итоге ты потихонечку начинаешь слышать ее голос. Для этого нужно всю эту концентрацию внимания направить в какой-то момент на себя, а не на людей, на проблемы, на события, на прошлое. Вот, поэтому вот про концентрацию внимания я тебе хочу сказать. Это вот один из просто величайших ресурсов, которые есть у людей, которым они даже не подозревают. Поверьте, если с этим работать, то можно получить просто колоссальные результаты в своей жизни. И можно полностью, так вот люди спрашивали, как прийти к себе, как к себе услышать, можно полностью развить интуицию. Потому что интуиция – это про ваше внимание. Когда вы полностью его направляете на себя, то вы в итоге приходится к своим инструментам влияния на эту реальность. Интуиция в том числе. Тут спрашивают, кто ты по бодиграфу, по дизайну человека. Марика – это манифестор. Манифестор, профиль 2.4. Манифестор с одним единственным каналом 3536. Канал мимолетности называется. 36-е ворота – это кризис. 35-е ворота – это решение. То есть человек может создать кризис и решить его одновременно. Так, ну что, тут, кстати, очень много комментариев, очень много вопросов. Может, Элира, есть какие-то вопросы задать? Есть? Ну-ка, Маляка, вопрос. Что для тебя сильный человек? Для меня сильный человек – это человек, который соединен своим высшим я, с высшими своими силами. Я это так называю, это мой лексикон, но для тебя это ты называешь человек со стержнем, с Духом, реальным Духом. Сильный человек, который между страданием, болью и движением вперед выберет движение вперед. Это очень важно. Человек, который не застревает на прошлом, не зацикливается на проблеме, на мелочах, на самом деле. Идет всегда дальше. Для меня это сильный человек. И еще очень важно. Сильный человек для меня – это всегда очень честный человек. Для меня честность – это прям самый главный фильтр людей в моей жизни. Это честность. Потому что быть честным – это очень сложно. Это очень сильные выборы. И это не выгодно, кстати. Вообще не выгодно. Но сильный человек для меня – это честный, в первую очередь, человек. Будь честным неудобно, прежде всего, для самого себя. Тебе тяжелее всего двигаться. 100%. Порой, знаете, не сказать правду, смягчить правду – это святая ложь, так называемая. Это просто для ускорения. На самом деле, вот тут спросили, вопрос был про веру, что для вас вера. Вот как раз таки вера, вот я пришел к такой формуле, не без подсказки сторонних людей, что вера – это ускоритель времени. То есть вера ускоряет время, ускоряет ваше движение. Понятно, да? То есть вера не дает вам сомневаться, не дает вам искать то, что вам, в принципе, это и не нужно. То есть сама вера есть самый большой, мощный инструмент изменения объективной реальности и себя в этой реальности. Поэтому вот что такое для меня вера. Я имею в виду вера не в дядю на небесах или тетю, а в богов, придуманных людьми. А вера – вот такая настоящая глубинная вера, без религиозного оттенка. Есть вопросы еще? Да. Во, Манень, давай. Извиняюсь, я Малику назвал по-домашнему. Маляка, вот как ты защищаешься от зависти или как ты теперь будешь защищаться от зависти? А, ну и ко мне, да, вопрос. Ты знаешь, в последнее время я для себя открыла, что ты называешь, энергоинформационные практики. Я 10 лет жила в Америке, закончила университет Родчестера по специальности нейробиология. Чтобы вы понимали, что такое Америка. Америка – это очень материалистичная страна. Там даже в гороскопы не верят. То есть люди не знают, кто они по знаку зодиака, о чем там говорится, про какие-то энергии. Я пришла не просто к Америке, я, можно сказать, даже пришла к магии как таковой. Что такое магия для меня – это не то, что люди обычно представляют себе. Магия для меня – это инструменты, такие очень четкие инструменты влияния воздействия на эту реальность. Как защищаться от зависти? Ну, для меня это очень просто. Это вот как раз есть эти инструменты энергоинформационной практики. Потому что это же все-таки невербальное воздействие – зависть, порча, какой-то сглаз и так далее. Я думаю, что все люди когда-то с этим встречались, когда вроде все идет, все хорошо и по финансам, и по личной жизни, и как-то раз и резко все это обрывается, очень резко обрывается, и начинается темная черная, я бы даже сказала, полоса. Это я называю – люди расплачиваются за свое такое открытое счастье. Почему? Ну, завистников очень много. И их очень много среди близких, на самом деле, людей. Потому что близкий человек вам не простит успеха, взлета, потому что он начинает сравнивать с собой. И для меня защита – это, в первую очередь, энергоинформационные практики, раз. Во-вторых, всегда держать компас на своем каком-то высшем «я», на своем духе. Почему? Потому что, когда вы идете в своем направлении, когда вы слышите свой голос, вас, в принципе-то, сбить-то будет сложно. Понимаете? Потому что зависть, она такая же низковибрационная эмоция, она же сбивает таких же людей чуть, ну скажем, не то, что слабых, но у кого есть такие прорехи, скажем так, дырки, понимаешь, через которые можно воздействовать на человека. Вот. И я считаю, что зависть, ну скажем так, она не имеет никакой силы на человека, кто идет к своему предназначению, своим путем, слышит свой голос, слышит свои высшие там какие-то силы, еще что-то. То есть в этом плане он как бы защищен уже априори. Ну естественно, он не говорит о своих целях, не говорит о своих планах, он не только-только зарождается. Но ты, я сейчас чуть-чуть, когда расшифрую тебя, да расшифрую, когда ты говоришь о информационной технологии, люди не совсем понимают, ну чуть-чуть скажут тем, кто проходил точку, они понимают об этом. То есть смотрите, когда вы используете определенные инструменты, ну допустим в сущности, в сущности, ну тот же защитник пространства, он ведь что делает? Он вырезает часть сознания у человека, который направляет эту энергию на вас. Просто человек о вас не помнит, он забывает про вас. То есть инструменты, которые позволяют вам быть невидимыми для таких людей, быть невидимыми для энергии зависти. То есть это значит, это еще иметь такую цель, которая тебя выводит за гранью понимания этих людей. Ты для них не существуешь. Вот знаете, как вот для обывателей не существуют великие ученые, что рядом с ними в подъезде живет. Величайший ученый, на которого ориентируются самые гиганты мысли в этом мире, он живет в подъезде, но для них он никто. Потому что с ними не бодается за кусок хлеба, он там не обсуждает политику, еще что-то там и так далее. То есть, когда ваши цели за гранью понимания этих людей, они не могут вам завидовать. Почему? Потому что они не понимают ваши цели. Это как мыши, они могут заметить... Ну, если вы большой, вы огромный, они вас просто не замечают. Они замечают вашу подошву. Для них эта подошва грязная, такая-сякая. Ну, то есть, они вас что-то такое видят, непривлекательные. Вы для них непривлекательные, вы невкусные для них. Вот о чем речь. Вот когда такие технологии есть, то есть, большая цель ваша, вот то, что ты наверняка сказала, да, и еще технологии защиты, когда люди просто даже подумать об этом не могут. То есть, магические инструменты... Ну, что такое магия? Магия, по сути дела, это тот инструментарий, который... Ну, знаете, когда люди не понимают причины следственных связей, как это работает? Для них это магия. Когда ты понимаешь, как это работает, для тебя это не магия, это инструментарий. Такой же инструмент, как телефон, допустим. Но сейчас все понимают, что такое телефон. А я думаю, лет 200 назад просто даже такого понятия не было. Но кто-то же пользовался определенными видами связей. Какими? Ну, телепатия даже. Понимаете, да? Телепортация. То есть, эти инструменты на самом деле работают. Когда ты можешь перемещаться в эфирном теле, ты можешь считывать неочевидную для многих информацию. Ты знаешь. Вот я себя хорошо настроен, я чувствую запах действительно. Запах. Запах удачи или неудачи. Запах правильного человека, запах неправильного человека. Он для меня невкусный становится. Так, хорошо. Маляка, вопрос тут. Получается, альянс может быть только между равными людьми? Ну, что такое равный человек? Равные. Я сейчас объясню. Одинаковые в чем-то. Идущие примерно одним путем, скажем так. В одном направлении. Может быть, в разных направлениях. Но примерно по, скажем так, размеру и масштабу своего. Мышление. Своих действий. Они одинаковые. То есть, это не про деньги на самом деле. Альянс это ни в коем случае не про деньги, не про ресурсы. Это про масштаб мышления, действий, души, там, ума, интеллект и еще что-то. Вот я про такой альянс говорю всегда. Вот. Деньги тут тоже имеют значение, Маляка? Имеют. Имеют. Деньги это видимые уже, видимые вершины альберга этого. То есть, если ты успешный человек, то у тебя и деньги будут. Если они необходимы, как инструмент. В нашем окружении очень такие вот сильные люди боятся партнериться с сильным партнером. Заметь. Это, кстати, даже у нас. Понимаешь? И когда я это проговорила своему окружению, они как-то резко все заколлаборировались. Ну, вспоминая, кто у нас там. Понимаешь, да? Да. А до этого надо подойти. Понимаешь? Даже познакомиться. Хотя все друг друга знают. И как бы бизнесы примерно, скажем так, смежные. Вот. Но столько лет боялись друг другу сказать привет. Как дела там? Я смотрю твой эфир. Или я смотрю твой ютуб. Понимаешь? И несколько лет нужно подойти, чтобы создать, я считаю, крутую коллаборацию. Вот. Но почему? Потому что вот в сознании сидит такая вот вещь, что люди боятся сильных. Не то, что партнеры, просто сильных людей. А нечего их бояться. Почему? Потому что они, на самом деле, живут в энергии такой щедрости, изобилии. И не жалко, и не жадно что-то дать. Завистливые, маленькие люди, они живут в энергии дефицита. И если им что-то не дай Бог дать, они это урвут. У них есть такой принцип – урвать пока дают. Вот. У сильных людей такого вообще нет. У них рука такая очень дающая, всегда открытая. Я всегда говорю, если вы считаете, что вы не сильный человек, вы сами считаете такой немножко зависливый. Идите учиться у сильных, поверьте. Им есть что вам дать, есть вам что рассказать. Если у вас не получается, подойдите к ним, спросите. Они вам все дадут, расскажут, объясняют. Как бы и не жалко, поверьте. Вот. Поэтому, если вы сами хотите прийти к такому результату, то не бойтесь сильных людей. Наоборот, идите к ним учиться, как минимум. Вот. Если вы сами сильный человек, идите с ними партнериться во всем. Да дело в том, что и учиться может только сильный человек. Вот в чем дело. Потому что слабый человек, он не учится, он усиливает свои слабости, что ли. Ну, вот, кстати, вот по поводу плохого внутри тебя, да. У нас на точке есть такое упражнение «я хороший, я плохой». Допустим, когда человек считает, что это плохое, и он с этим борется, он какая-то зависимость, допустим, от питания, от алкоголя, от секса, еще от чего-то. То есть какая-то зависимость у человека есть. И в связи с этим он считает, что это плохо, он с этим борется. И вдруг, когда он это побеждает, то мы получаем вообще более страшные явления. Ну, помни, нет более страшных людей, там, чем зашитые алкоголики, да, бывшие, там, завязавшие алкоголики, завязавшие ходаки на сторону. Вегетарианцы такие, знаешь, такие есть. Ну, есть разные вегетарианцы, есть разные веганы, но есть такие, знаешь, прям понимаем, он просто, ну, то есть он опасный, он реально опасный, он злой, но это злость, которая, я понимаю, что человек потерял себя в данном случае. То есть я бы сказал, что он свою цельность потерял, потому что и плохое то, что он считал плохим, то, что он хотел бы спрятать, это тоже какая-то важная часть человека, но все-таки мы здесь отделяем энергию зависти, потому что это не часть, это энергия, это энергия. Энергия есть энергия, но ее по-разному можно направлять. Кстати, очень много сейчас у нас вопросов, комментариев, там очень-очень много. Я думаю, мы вряд ли на них ответим, но вот, Маляка, что бы ты посоветовал посмотреть, что ты читаешь, что ты смотришь, на кого внимание обращаешь, на кого ты, на каких людей ориентируешься? Скажи. Ну, в последнее время для меня ориентир стал только я сама, я считаю, что у каждого человека должен ориентир в какой-то момент стать он сам, это в первую очередь. Но могу порекомендовать просто вот тему нашего эфира, вот, мне недавно зашел один такой интересный сериал на Netflix, называется «Грызня», американский сериал. Кто не смотрел, посмотрите, очень веселый, забавный. Вот он как раз про те эмоции, которые человек отвергает. Ненависть, желание мстить, желание убивать. Ну, это, конечно, там, да, там все это так очень комично показано, на самом деле. Но это к тому, что ты сейчас говоришь, что человек, на самом деле, очень цельный. Когда он отвергает свой внутренний ад и стремится только к краю, ты прав, мы получаем еще больше ад, на самом деле, в конце. Человек становится еще более невыносимым. И это как раз про то, что как люди в Америке, ну, не могут показывать свои настоящие чувства. Но вот непосредственно вот в этом сериале, там, что там произошло? «Роудрейдж» это называется. Это когда на дороге поругались два водителя, и вот они весь сериал друг другу мстят за то, что там кто-то кому-то там посигналил, кто-то кому-то что-то не уступил. И достаточно такой психотерапевтический, я бы сказала, фильм в конце очень сильно отпускает. Почему? Вот я, кстати, про энергию ненависти хочу сказать. Что такое энергия ненависти? То есть это естественное, на самом деле, чувство. Люди сразу пытаются простить и отпустить, когда это вообще сделать невозможно. Человек не умеет прощать и отпускать, потому что к прощению нужно прийти через все этапы ненависти, боли, непринятия, отторжения, в каком-то момент равнодушия и так далее. Но потом, да, приходит действительно прощение, и ты просто относишься к этому с тобой, как к совершившемуся факту в твоей жизни, но не боли, он уже эмоционально не окрашен. Но люди не проходят эти этапы, не умеют их проходить, и в итоге это приводит к таким катастрофическим последствиям, которые показаны, кстати, в «Грызне». Крутой, на самом деле, сериал. Кстати, вот смотри, Маляка, «Грызня» очень хорошо показывает как раз то, что в социуме та же энергия конфликта, она тоже отрицается. Конфликт – это тоже неплохая вещь, если она правильно направлена. Что такое конфликт? Это трение. А что в трении рождается? Энергия. То есть люди протираются с друг другу в том числе. А как ты узнаешь человека? Как ты узнаешь? Как не через конфликт? Поэтому я ищу за то, чтобы людей, знаешь, проверять не на их поступках, не ждать этого поступка. Потому что он может тебя ударить спустя годы. Его нужно провоцировать. Вот как раз таки, как Владимир Семенович Высоцкий пел, «Парня в горы тяни, рискни». Только там ты поймешь, что он на самом деле. То есть его надо втягивать в такие процессы, где ты его увидишь настоящим. Даже больше того, это, скорее всего, он себя увидит настоящим. Потому что большинство людей, они не знают, кто они такие. И вот такой сериал «Грызня». Очень, кстати, показательный сериал. Тут спрашивают, где это, да? Это Netflix, «Грызня». Можете найти в интернете. Ну, не сложно найти. Вот Маляка мне какие-то ссылки скинул, я начал смотреть. Очень замечательный фильм. Просто по времени я понимаю, что этому надо просто уделять время. Но сериал замечательный. Очень вкусный сериал. Его нужно прям действительно переварить. Его нужно спокойно посмотреть, увидеть себя со стороны в какой-то момент. И даже, ну, там, улыбаться, посмеяться. В конце там вообще будет просто феерия, на самом деле. Всех ожидает настоящая феерия, к чему приводит человека вот эта эволюционная ненависть вообще. Вот. Все это очень показано. Маляка, вопросы есть какие? Ага. Ну, это комментарии. А, да, я понял. А вопросы есть какие-то? Ну-ка. Как распознать завистливого человека? Это как распознать шпиона, да? Это, ну, целая наука. Это целая наука. Я много лет жила и даже не подозревала, что люди могут настолько завидовать. Я даже не подозревала, что настолько. Я говорю... Ребята, это надо уметь чувствовать. 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 Потому что это не видно. В поступках не увидишь. Знаете, это где видно? Вот ты, когда человеку радостную весть, говоришь какую-то радостную весть, какую-то новость, ты делишься, там, ты что-то там получил, прибыль, какую-то информацию и прочее. И ты вдруг видишь глаза у человека, знаете, он улыбается, все такое прочее. В глазах радости нету за тебя. Это, я вот не знаю, как это передать, но я это чувствую. Радости нету за тебя. Вот ребенок рассказывает, вот маляка какую-то новость замечательно рассказывает. Я могу по лицу-то и не радоваться даже. Но у меня внутри радость есть, у меня успокоение идет, что, ну, наконец-то, что-то у моего ребенка получилось, да? Вот. А я могу и не радоваться тому, хлопать ладошкой и так далее. А здесь вот надо чувствовать эту энергию. Это прям как запах. Вот у меня вот как запах и как звук идет. Интонация голоса я чувствую. Я могу всем людям сейчас очень по-быстрому начать развивать свою интуицию. Вот. Начинать слушать свой голос. Вы знаете, когда проявляется, я вам сейчас объясню, что такое интуиция, это когда логически все устраивается так, чтобы сделать, например, одним образом, но чтобы внутри вас говорить «нет». Просто говорить «нет». И на это нет никакого объяснения. Среди всего это правильно. Почему? Потому что интуиция, она абсолютно нелогичная. И если постоянно слушать свой разум, он в итоге приведет к запутанным, на самом деле, ситуациям и к невашим, скажем, к невашему просто вас приведет. Интуиция вас всегда приведет к вашему всему вашему. Все, что вам принадлежит. Ваши деньги, ваши люди, ваши события. Почему? Потому что интуиция – это есть инструмент души. Душа тоже всегда для чего-то пришла, она тоже хочет себя проявлять, она тоже хочет быть счастливой. И Всевышний, можно сказать, дал ей такой инструмент, как интуиция, внутренний голос, который тебе подсказывает «моё – не моё», «хочу – не хочу», «туда – не туда», «мой человек – не мой человек». У меня вообще вот эта интуиция, она у меня проявляется, как запахи. Я чувствую запах «не туда», запах зависти, запах лжи, запах обмана. Вот как запах у меня это идёт больше. Вот. А вот меня ещё здесь спрашивают, а как защищаться от зависти? Ну, какая-то короткая техника. Ну, я, например, просто ставлю такую оболочку. Папа на тренингах даёт такую тоже практику, как он ставит оболочку, на самом деле, от воздействия лишних эгрегоров. Защита оболочка, да. Оболочка. Но она, как ни странно, работает и на то, чтобы защищаться от ненужного просто воздействия других людей, в том числе и зависти, и так далее. Вот. Поэтому сейчас настало такое время, когда нужно изучать себя, приходить к себе, слышать свой внутренний голос, свою интуицию и развивать вот эти навыки энергоинформационные, которые, как папа говорит, но они врождённые на самом деле. Их развивать не надо, к ним надо на самом деле вернуться и прийти. Вот. Их развивать не надо, они на самом деле у всех есть. Вот. Поэтому... Я, кстати, давал два таких инструмента, как список Шиндлера. То есть, всех людей, кто вас подвели, да, когда вы чувствовали эту энергоизменность, их нужно выводить в карантин. Этот карантин у меня список Шиндлера. Я завожу туда вот этот список людей, вот и всё. Они у меня в этот список попадают. То есть, это люди, у которых есть какая-то способность попадать в слабые мои места. Ну, то есть, я вдруг открываюсь этим людям. А как это видно, что эти люди завидуют тебе? Вот ты с ним делишься какой-то радостью? Или какой-то темой? И эта тема не выходит. И это ты вдруг понимаешь чуть позже. То есть, блин, ты понимаешь, что какая-то энергия ушла. Он просто её слезал. Он слезал. Он, кстати, они очень любят это слушать. Вот что интересно. Они прям любят, обожают это слушать. Поэтому, когда ты их в список вносишь, они попадают в карантин. Но в список Шиндлера, у меня такой более жёсткий список Шиндлера, это когда я их просто казню внутренне. То есть, их нет в моей жизни. А что это значит? У меня есть такое правило, чистая ладонь. Я просто им руки не подаю. То есть, если это мужчина, я с ним не здороваюсь за руку. То есть, это чистая ладонь, как я называю. Вот просто не пачкаться. Пачкаюсь иногда. Почему? Автоматически рука влекает. Автоматически. То есть, когда ты людям открыт, люди приветливые, и ты приветствуем, и ты руку подаёшь, и ты понимаешь, нет, нельзя. А руку отдёргать очень сложно. Это прям очень показательно тогда становится. Тогда нечего подавать называется. То есть... Вот сейчас я буду остановить немножко. Здесь, смотри, вот у вопросов очень много, вот когда-то отказаются, я не знаю, завидуют родного человека. Что? Что? Здесь много вопросов. Подожди. Что делать, если завидуют очень близкие? Ребят, как раз таки завидуют именно очень близкие. Почему? Потому что тяжело завидовать человеку, который от вас далеко, и вы с ним мало знакомы. Поверьте. Очень сильно бьёт по самолюбию, когда происходит какой-то подъём женщины, вашего близкого, близкого человека. Ну, то есть это не простить. Вот. Как их распознать? Правильно здесь написали. Это очень милые, очень милые, сахарные, такие припудренные люди. То есть они очень хорошо говорят, они очень... Как это сказать? Ну, они очень такие... Я их называю люди патока. Они очень сахарные, они очень милые, они как-то немножко даже липнут, знаешь? И они ни в коем случае не показывают, что там вот, скажем так... Они всегда милые, они всегда приветливые, они всегда добрые, они всегда говорят комплименты. То есть для меня это уже сразу, что такой вот небольшой красный флаг, что здесь что-то не то. Кстати, кстати, ваши люди, они будут для вас неудобны. Да. Не ваши люди, они всегда удобны. Ты его даже не знаешь, за что его ударить надо. И он давно пора послать на три буквы, а ты его не можешь послать. Почему? Повода нету, повода нету. Понимаете? Поэтому здесь нужны какие-то провокационные моменты. Какие? А вы их будете изобретать, так лучше, может быть, не изобретая все это, просто брать и отрезать. Почему? По кочану. Вокзал, чемодан, и на три буквы. Все. Потому что самое сложное будет отделиться от родни, ребята. Потому что казалось бы это родные свиники, и это гораздо сложнее от них избавиться. Но это жестко. Там даже с ними надо определяться. И для меня таким показателем, такого списка является. Мои люди это не враги, ребята. Это не список Шиндера, которых надо четко держать на расстоянии. Ты их казнил в своей жизни, их нет в своей жизни. Они не попадают в твой телефонный список. Понятно, да? То есть в твои контакты. Есть у меня такие контакты, которые есть в соцсети ВКонтакте. Там, пожалуйста, подписывайтесь на меня. Я всех принимаю. Но телефонный книг это более святая вещь. Так, вопросы какие-то, Илья? Так я же на это отвечал вопрос. Это даже не вопрос, а констатация. Если ты хочешь поднять слабых людей, ты, скорее всего, пустишься. Почему? Энергия уходит, ребята. Через таких людей энергия уходит кратно, кратно. Сильный человек, почему? Когда ты ему помогаешь, он слабый позит, но он сильный. Ты ему помог чуть-чуть, а он дальше взлетел. Но у него есть память. У него есть благодарность. Энергия благодарности. Как я понимаю, что кто рядом со мной такое гнилье? Ну, я его допустил. Сап, как? Он тебя ударит всегда. Чем больше добра ты ему делаешь, тем больше он, тем сильнее он тебя ударит. Поэтому, дорогие друзья, вот то, о чем мы сейчас говорим, это на самом деле целая такая, большая, большая, большая тема. Умение разбираться своим окружением, большая тема. Казалось бы, мы умом все понимаем, но очень тяжело действовать это по телу, очень тяжело действовать это по по сознанию тела, по энергиям. Ну, что, Луниха? Ну, я рада, что мы такие вопросы подняли, которых мало кто говорит, на самом деле. Подожди, подожди, Эльвира. Вы прям вдвоем говорите, я вас не слышу. Маляка сейчас маму вопрос какой-то задает. Скажи, громче только. Эльвира. 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 Эта вашей фантазии, Вот эти параллельные миры, в которые вы иногда выходите, скажем так, они как-то с вами происходят, скажем так. Вы ни в коем случае этого не пугаетесь, можете просто аккуратно его начать изучать, как вариант. Вот. Что я, в принципе, делала через сны, через свои какие-то видения сказок. Вот. И для меня это вообще такая очень тема не то, что близкая, интересная, она очень сейчас для меня жизненно необходимая, потому что это тот источник, откуда я сейчас черпаю все свои ресурсы на самом деле. Вот. Это вот эти самые параллельные миры, то есть такие более сказочные, более такие волшебные, то есть не от мира, то есть нереалистичные миры. Вот. Если к вам приходит это, я вас поздравляю, это круто на самом деле. Это не надо пугаться, не надо думать, что с вами что-то не так. Особенно у женщин это приходит, потому что женщины более интуитивные. Вот. И это вообще абсолютная норма. Вот. Вот в плане работы с параллельной реальностью, допустим, с осознанными сновидениями и некоторыми практиками, Маляка намного более глубоко работает и сильнее, чем я. Для меня эта территория больше даже не моя, а Маляка там как рыба в воде. Ну, она и рыба по гороскопу у нас. Она там действительно как рыба в воде. Ну, да. Да. А вот для меня это тот темный лес, куда я захожу вынужденно, знаете, за грибами, за зверем, но я там не живу. Я там не живу. Но я разбираюсь в этом лесе. Но это не моя территория. Так. Ну что, Маляка, еще? Потому что у нас эфир-то, я так чувствую, может быть бесконечный. Да, в принципе, мы вроде тему осветили. Я просто единственное хотела сказать, почему мы решили это сделать. Потому что очень легко говорить про любовь, про благодарность, про светлое и хорошее в жизни. И люди просто не, как сказать, они не признают в то, что бывают проблемы, бывает плохо, бывает ад на земле, бывает кошмар на земле, бывает очень плохо. И люди просто не понимают, как с этим, ну, как это принимать, как это проходить в жизни. Вот. И я просто хотела сказать, что это абсолютная норма. Вот. Не нужно стремиться только в рай. Нужно понимать, что жизнь – это рай и ад одновременно. Все очень цельное и все очень сильное. Вот. Тут вопрос задают нам. Мы вроде эфир про это говорим. Почему нельзя помогать слабым? Это не гуманно. А кто им поможет, если у тебя есть возможность помочь? Смотрите, даже в средние века было такое понятие «десятина». Вот 10% – это твоя благотворительность. Ты творишь благо. Да, ты понимаешь, что этим людям ты чем-то можешь помочь. Понятное дело, что это не сильно поможет этим людям. Ну, пьющему человеку налить, допустим, да? Больному, человеку, который не излечится, все равно чем-то помочь. Но ты не должен отдавать на это свою жизнь. Просто постелить ее под ногами и исчезнуть. Понимаете, да? То есть тогда ты изменяешь самому главному, своему собственному предназначению. Понимаете, да? О чем я говорю. Поэтому, что такое гуманизм, ребята? А вот когда человек ампутирует ногу, хирург, когда она гниет. Это гуманно или не гуманно? Он сохраняет жизнь. Тут вопрос как бы такой, он очень такой тонкий, деликатный. Вот эту линию определить, и что отрезать в своей жизни? Нет, вы должны научиться. Все равно это требует, сам ваш дух требует. Либо вы поплывете в общей массе и придете туда, куда вся общая масса движется. К сожалению, ни к чему хорошему это не приведет. А двигаться по духу, ребята, это дискомфортно для ума, для тела, для социума. Потому что это не очень красиво выглядит со стороны. Да, вы выглядите не совсем гуманными. Вот так вот. Ну что, Маляка, я рад, что у нас этот эфир был. Мы его обязательно сохраним. Очень-очень-очень много комментариев. Я даже вот просто, если честно, читать не успевал. Вот. Сегодня, кстати, ребята, у нас последний вечер такой. У нас 3 июня будет точка лицедейства в театре имени Станислава, Станиславского Невероевича Данченко. И сегодня последний день той цены, которая идет по скидкам. Дальше уже будут такие нормальные цены. Посмотрите сами. Но, если что, вы, по крайней мере, можете успеть заявиться на сегодня. И еще что. Вот сегодняшняя ночь, она такая похожа на такие, на рождественские вечера, на рождественские ночи. То есть, когда запускаются цели. И мы готовимся к точке цели, которая у нас будет 9 июня. И вот именно там такая же энергия. Я готовлю концентрат для энергии запуска пакетных целей. То есть, целого пакета целей на год. Это к 9 июня. И подготовка была вот именно тоже сегодня ночью. Вот сегодняшний вечер. Ну и плюс, дорогие друзья, я вам представил сегодня свою дочь. Прошу любить и жаловать. Мастер, будущий мастер, большой мастер. Ну, без пафоса, конечно. Но все равно это слово идет. Потому что во многих вещах этот человек гораздо сильнее меня. Гораздо сильнее. Ну, наконец-то стал проявляться. Ну что, Маляка? Ну что? Обнимаю тебя. Давай, обнимаю. Всем спасибо. Доброго вечера. Маляка сейчас за рубежом находится. Но вот она скоро прилетит к нам. Уже несколько месяцев мы ее не видели. Ну что, Маляка, давай обнимаем. Дорогие друзья, я думаю, что мы в ближайшее время с Малякой будем на какие-то определенные темы общаться. Не часто, потому что не всегда это получается. Вот. Ну что, дорогие друзья, всего доброго. Или какие-то вопросы есть? Есть вопросы? Маляка, у тебя вопрос есть какой-то? Нет. Ну все, дорогие друзья. Тогда прощаемся с вами. И встретимся с вами на точке лицедейства. Или же на точке у нас будет... Какая точка ближайшая, Маляка? Или точка цели 9 июня. Всего доброго, друзья. До свидания. До свидания. Все, пока, Маляка. Субтитры сделал DimaTorzok